Особенности кустарного производства оружия. Пистолет-пулемет, сделанный умельцами в начале 90-х на киевском заводе «Арсенал». Отличное качество, приклад, предохранитель, переводчик огня с автоматического на одиночный, встроенный глушитель. Есть даже замедлитель темпа выстрелов. Обрез, из которого серийный убийца Анатолий Анаприенко застрелил почти всех своих жертв. Переделан из охотничьего ружья 80-х годов, украденного у сельского родственника. Классическое оружие для ближнего боя, в дальнем от него мало толку, из-за укороченного ствола дропер взлетается в стороны. Плохо продуманная конструкция, которая должна была стать пистолетом-пулеметом. Буквально рассыпается на части, когда берешь ее в руки. Конструктор явно был ограничен в подручных материалах и плохо владел технологией. Магазин слишком большой, ему нужна очень сильная пружина, иначе последний патрон гарантированно заклинит. Неплохая идея, но слабое исполнение. Глушитель точно не будет работать. Магазин держится на сомнительных винтах и заклепках. Однако чувствуется, что автор много думал, проявил смекалку и был на правильном пути. Правильным в том, что касается дизайна, а не в том, как он собирался использовать результат. Пистолет-пулемет. Автор решил привнести много своих идей в оружейное дело. Для выброса стрелянных гильз тут создан отдельный элемент, похожий на тот, что есть в пулемете «Максим». Но, к сожалению или к счастью, этот аппарат не работает. В нем много сварки, грубо обработаны детали. Чеченский борс – простое, но эффективное оружие. Сделан, насколько я знаю, на консервном заводе. Судя по серийным номерам, таких изготовили несколько тысяч. Ствол низкого качества, в нем часто застревала пуля, поэтому его можно выкрутить и вставить другой. В Украине таких пистолетов пулеметов больше всего изымали в Одесской, Донецкой и Черновицкой областях, где орудовали чеченские криминальные группировки. Ранее модель «Барза» сделана на безвестном гражданском заводе. Образец времен Первой войны в Чечне. Во вторую там уже использовали профессиональное оружие совершенно другого уровня. Армянский пистолет-пулемет К-6, 92 времен начала 90-х и гражданской войны в Нагорном Карабахе. Прототип «Барза» – удобное партизанское оружие, которое эффективно не в наступательном или оборонительном бою, а когда нужно незаметно подойти, расчехлиться, отстреляться и уйти. В Украине таких изъяли около 800 единиц. Творчески переосмысленная винтовка Мосина или попросту обрез. Самодельный проволочный приклад, ложа, мушка на конце ствола. Классическое криминальное оружие для скрытого ношения. Затем и укоротили ствол.